Всем привет! Сегодня готовим воздушные и мягкие пирожки. Начинка может быть любая. В миску высыпаем примерно половину подготовленной муки. Количество ингредиентов в ложках и стаканах указано под видео, а точный грамм в конце на экране. В муку высыпаем дрожжи сухие и сахар. Все перемешиваем. Заливаем заранее подогретой теплой водой, температура которой 36-38 градусов. И у нас должно получиться вот такое жидкое тесто. По консистенции напоминает тесто для оладий, может чуть гуще. Перемешаем. Если остаются где-то комочки, не страшно. Главное, чтобы не было сухой муки. Накрываем тесто крышкой и убираем в теплое место на полчаса. Промытый изюм необходимо залить на минут 5-10 кипятком. Два крупных яблока необходимо очистить от кожицы, а также удалить семена. Теперь нарежем их на кубики. На разогретую сковороду выкладываем яблоки. Если готовите не в пост, то можно добавить кусочек сливочного масла. Сейчас нам необходимо выпарить лишнюю влагу. Нагрев стоит выше среднего. Периодически яблоки можно мешать. Минуту через 2 добавляем сахар. По вкусу. Все зависит от кислоты самих яблок. Также сюда добавляем изюм, который у нас слегка разбух. Воду мы сливаем. Изюм отжимать не надо. Влага и так выпарится. И уже спустя 5 минут лишней влаги не видно. Этого достаточно. Дадим начинке остыть. Через полчаса появилась вот такая шапочка. Дрожжи у нас стали активными. Добавляем соль. Чуть больше половины подготовленного растительного масла. Немного оставляем. Замешиваем более плотное тесто. Постепенно добавляем оставшуюся муку. Тесто необходимо тщательно вымесить. Примерно 7-10 минут. Для максимально однородной структуры. Также количество муки может слегка отличаться. Все зависит от ее плотности. Но тесто не должно быть слишком плотным. Иначе выпечка не будет такой пышной. Но и жидким. То есть растекаться тоже не должно. И когда уже полностью войдет вся мука. Тесто, посмотрите, становится уже таким более эластичным. Это заметно. Не растекается. Но остается мягким. И слегка липким. Не забываем про оставшееся масло, которое нужно вмешать. Часть масла вошла. Добавляем остатки. Окончательно вымесим. И в итоге мы получаем вот такое однородное, очень мягкое, эластичное тесто. Тесто, которое держит форму. Смазываем миску остатками растительного масла. Кладем в нее тесто. Накрываем. Убираем в теплое место на 30 минут. Спустя полчаса тесто готово. Немного используя муку, выкладываем тесто. Обминать сильно его не нужно. Только слегка. Теперь, в зависимости от размера пирожков, делим его на кусочки. Каждый кусочек вот таким вот образом скатываем в шарик. Получилось 12 кусочков. 72 грамма каждый. Берем кусочек теста и руками. Можно, в принципе, использовать скалку. Формируем не очень тонкую лепешку. На середину кладем начинку. С трех сторон поднимаем тесто к центру. И тщательно скрепляем края. Оставляя начинку внутри. Швы немного подворачиваем. И этим швом кладем на противень вниз. Накрываем пирожки перед выпечкой на 10 минут. Черный чай заливаем кипятком. В крепкую заварку добавляем сахар. Размешиваем до растворения. И этим мы будем смазывать постные пирожки. Пирожки еще подросли. Смазываем их сверху теплым чаем. Смазываем аккуратно, чтобы не нарушить воздушность. Духовка тем временем уже разогрета на 200 градусов. Выпекаем примерно 20-25 минут при температуре 200 градусов. Перед окончанием выпечки можно смазать пирожки еще раз, чтобы корочка была более насыщенной. Только делаем это очень быстро. И еще буквально на 5 минут в духовку. И вот они румяные готовы. Спустя 25 минут. Какая красота! Пирожки получились мягкие и воздушные. Даже не скажешь, что это постный рецепт. Готовьте с удовольствием. Делитесь рецептом с друзьями. На этом сегодня все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok